ну можно пойдем смотри вот этот серый цвет серый он встречается везде да вот голубой здесь очень мало занимает место а серенький занимает много вот этого серенького перепачкаем весь холст хорошо влажно и с веществом с веществом суховато взял жидкость взял берельца сделал сметанный замес кисточку там не моем только макаем сделал сметанный замес взял голубильца взял розовица получился сиреневатый цвет плюс легкую дозу коричневого легенькую незначительную она перепачкает сиреневый и станет грязцой вот этой грязцой ты полностью избавишься от белого полностью полностью количество краски примерно такое лежачая к холсту кисть штриховательно хорошо штриховательно лежачая к холсту кисть давай возьми тряпочку в левую руку к желтым вообще речь не шла какого-то желтый положил у нас нет задачи написать так как ты пишешь как бы ты это писал у нас есть задача написать как бы это сделать культурные правильно ладно значит никакого произвола не чуди для того чтобы понять как это сделать правильно понятно что какие-то изобразительные возможности есть и у тебя больше не согрешай хорошо а желтом вообще речь не шла тем более таком отвратительным там рыжий и так еще раз розовый голубой и немножко коричневого но поскольку ты желтый положил то он на время заменит коричневый полностью избавиться перемолоть от то что ты начудил перемолоть на сиреневый сиро сероватый цвет полностью перемолоть хорошо вот те разборителя еще еще рано создавать и вот это движение нам было не нужно у нас есть иногда технология вот такой укладки есть она прикольная но не для этого случая а для этого случая это фигушка тряпки и несколько распределенный характер краски и мы с тобой должны были справиться полностью должно стать вот этим цветиком и вещество должно появиться вот как здесь вещество после того как ты это сделаешь ты возьмешь билица постарайся их выдавливать своевременно и вот те горы которые ты там видишь уложишь вот этим инструментом смотри еще раз некое количество вещества зубчатый характер краев гор уложишь ты видел я сразу вытер мастихин вытер мастихин тряпку потому что по дороге он подбирает вот этот цвет и вот у тебя будут появляться склоны горы потом возьмешь небольшую кисть и все темное что ты там видишь будешь брать голубой коричневый и вот этим смуглым стальным немножко цветом зашвыряешь темные пятна вещества мало прямо вещества чуть увеличить когда ты это сделаешь тоже начнется работа мастихина хорошо давай пощупай вот эти вот вещи значит можно вырезательно делать теневые части гор теневые видишь да есть то что на свету есть то что в тени зигзаг этих укладок собственно этой грани скалы более плотно можно до уложить до уложить снежок этот более плотно и забросать темноту помнишь как мы это делали коричневый голубой забросать темнотой этот низ то есть как просто как рисовательным темным то есть если бы у нас был бы черно-белый или просто уголь даже вот мы бы забросали идею рисунка на швыряешь на швыряешь темноту и уже в эту темноту будешь укладывать розовый желтый штриховательный короткий штрих коротенький штрих вот такой вот такой плашмя мастихином начнешь набрасывать в эту наложенную тобой кашу начнешь набрасывать цвет где-то плюс коричневый именно штрихом вот эта комковатость штриха нас очень устраивает сейчас резьбами резьбами будешь укладывать вот эти вещи то есть ребро мастихина так же как мы здесь вырезали уложишь идею собственно собственно силуэт хорошо? накидаешь голубоватые силуэты несколько деликатнее синеватые голубоватые можно голубой плюс розовый для того чтобы не был откровенно синим немножечко здесь доложишь и этих ребят прошу давай так значит что касается камней переднего плана поторопился с белым еще раз метнем туда коричневый синий можно плюс красноту это темный просто темный каркас ломан наметнем как и прилично каменной местности после этого идею камней вырежем сначала сначала вырежем вот такими звуками хорошо? здесь тоже идею более мелких камней тоже пока вырежем вот такими царапками уже потом сверху на это даже оставляя вот эту продресь кое-где ты будешь укладывать уточнение даже оставляя продресь и такого характера мазок и такого главное рубленный характер мазочка хорошо? водичка водичка очень любит идею отражения идея отражения вещества маловато дополненным веществом и бирюзовенький вот он бирюзовенький если что есть бирюзовый цвет воды сначала уложишь нарочитую вертикаль мутного мутной идеи отражения кстати посмотри как прикольно собирается краска на края она уже собирается как будто там эти пенные сполохи правда? значит штрихом раздавливать вещества уложить цвет ты видишь и можешь его здесь бирюзить здесь оранжевить и так далее потом сверху на это ляжет белизна то есть там где пена образовалась будет вот такое рыхлое которая сразу покажет идею воды она там бежит но сначала сделаем как бы основополагающую идею воды а потом уже будем нюансовы траве лучше задать настроение в высоту поштриховать это добро вот таким образом коротким штрихом показывая как бы идею торчания идею комковатости покажешь деревцам комковатости идею торчащести покажешь вот таким образом вот таким ну и соответственно берешь где надо темный где надо рыжий темный ты видишь я взял синий и голубой о это и коричневый там у нас еще нарядная история освещенная а здесь у нас с тобой разделение на на туманные залежи и несколько темнее вот эта гора немного на темнее здесь горы тоже закончились и сам туман можешь вот так вот пальцем превратить в туман превратить то есть в облако видно и голубенький ты будешь брать расчистишь верни территорий возьмешь бирюзовый цвет у нас где-то тут валялся и небесно-голубой если найдешь среди этих остатков не найдешь так бирюзовый вполне подойдет бирюзовый белизна можно плюс легкую голубизну вполне красивый цвет вот для этих случаев когда нужно какой-то особенный красивый цвет неба конечно можно иметь эти итальянские красивые красочки которые очень вкусны раздавливая мазок уложишь цвет неба можешь так же с туманностями то есть рваный мазок рваный мазок можешь укладывать вот такой вот такой вот такой вот такой вот такой тоже красивый уложишь потом тоже пальчиком возьмешь там допустим цвете и дымчато облака это среда дымчатая дымчато подложишь тоже не обязательно гоняться за каждым звуком там если у нас формируется что-то свое прикольное то не обязательно гонять эти облака точно как там подложишь немножко вот этих дымов придерживая холст чуть-чуть надымишь хорошо давай так укладка потому что ты не делал брикетики это просто густая краска на ну маканием уложим вот где ты там увидел белый камня покажи река светлая да а камни темные значит реку сделать светлой у твоей реки до сих пор не появился характер отраженного ты согласен что он не появился не появился характер висячести посмотри как сразу водоемом смотрится значит здесь темно не так темно как здесь но темно и кроме чвяка по холсту моделировательно штриховательно действуем хорошо штриховательно не делаем какие-то странные штрих штрих это серия укладок это не шпатлевка серия укладок значит здесь понятно брикетики теперь но опять же сначала лучше вернить темноту кистью белого здесь откровенного нет как ты его клал здесь есть смуглый цвет светлый но смуглый смуглый грязноватый цвет согласен? там тоже самое только там еще темнее значит сначала темно потом нарезать нарезать а потом укладывать но не подряд все и обязательно раздавливая брикетик ну белый может быть там не очень бог бы нужен а это что за циркуль? там нет циркуля там дым облаков причем теплого цвета не просто белый а теплого цвета дым вот сюда вообще большие замесы стараемся не создавать они засоряют они засоряют палитру то есть это уже перебор мы пользуемся густой краской нам нужна густая краска но мы часто доводим до перебора если перебор случился расправиться с ним вот таким образом потом затереть до чистых смотри вот я сейчас сделаю уход это все очевидные вещи это не то что я тут что-то знаю а ты не знаешь здесь очевиден уход туда правда? благодаря этому уходу появилась идея перспективы ухода вообще ухода туда вдаль куда-то то есть ты не разглядел этой впадинке полутон нашего дыма тумана ромашками пахнет чем? ромашками хорошо травой коршиной вот этот туманчик да? смотри раз раздавлены и теплый теплый цвет теплый заложишь тоже теплый цвет ну и кусочек неба вот такой же заложи так и не произошло здесь вертикальное звучание посмотри сразу вода правда? а ты не понимаю что ты там делал вот так что ли? ну безвольно посмотри какое безвольное безвольное действие посмотри вот с волей я же вот дважды уже показал вот она посмотри вода сразу водоем муть муть отраженности краска стала поэтому я помогу ей пальцем и наконец вот эти звуки пены которые побиваясь о край а камушки создают противостоящий вертикальному движению ну такой горизонтальный винятный горизонтальный здесь вода пошла скакать и мы это тоже показываем вот такой раздавленной фактуркой и ты видишь да? водянее не придумаешь просто пластику воды вот по такой траектории и 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 любит быть в одиночку, любит быть с красненькой. Просто надо запомнить эту важную особенность желтого. Если голубой в чистом виде, пожалуйста, запросто звучит в чистом виде. Желтый в чистом виде, без сопутствия красноты, звучит противно. Стараемся подкраснивать. Дальние деревца, нечто мятое, рябенькое. Такая моделировательно-чиркательная укладка. Топтательная, можно сказать. Хорошая попытка была загнать и в горизонталь, но темного не доложил, поэтому оно не дозвучало. Мечао. И еще раз перегородим. Похожим образом сотворить здесь. Ну, прикольно, но чересчур. Надо все-таки... А то они прямо такой наступательный характер имеют. Ну, к тому же, они теплые по цвету. Тепленькие чуть-чуть. Так, эти дымишки. Не полосатые дым. Слишком желтый. Невкусен желтый. Любит он розовое соседство. Согласен? Ну, ничего. Не знаю даже. Краски выдавить для начала? Желтая, белая. Не-не, не надо жалеть краски. Так. Ну, может быть, чуть-чуть подбавить каменюкачек светлых их проявлений. Акцент ненько. Ломанный характер. Ломанный. Ломанный. Не знаю их. Так. Хорошо. Хорошо. Мутно края. Смотри. Вот они, деревца. Вот они. Правда? Здесь тоже. Мутно края. Ну, вот этот вот дымочек. Это здесь, на переднем плане, чуть-чуть заслоняет. Ну, в общем-то, ты видишь, заквашенное масло умеет заквасить. Даже при недостатках рисунков звучит. Просто за счет густой краски, грубых мозаичных укладок, да? Грубых мозаичных укладок, все это звучит. Сложнее, конечно, когда рисовательно. Но здесь у нас не так рисовательно, так от пятна, от пятна. Хорошие звуки раздаешь. Молодец. Ты же раздавала, да? Да. Смотри, какая ты смышленная. Я очень стараюсь. Ну. прогрумишься.